Физкульт, привет, друзья и ученики! Стефан, привет! Как вы понимаете, я снова в гостях у Стефана, и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Перейдем сразу непосредственно к вопросам. Егор, спасибо огромное за контент, который ты делаешь. Еще три недели назад я и знать не знал о существовании гликолитических, окислительных мышечных волокон, а теперь уже понимаю, как их тренировать и чем они отличаются друг от друга. Осталось разобраться, как раз вот сейчас вопрос к Стефану. Как совмещать тренажерку и занятия футболом? Как увеличивать выносливость? Напоминаю, что вышли в свет две мои книги о женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность, тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал, просто хотя бы даже для ознакомления. Не забывайте, друзья, делиться в соцсетях моими статьями и видеороликами. Это лучшая благодарность от вас к каналу. Здравствуйте всем. У нас был стрим примерно две недели назад. Наверное, наш... Пропустил задающий вопрос. Пропустил этот стрим, но обязательно посмотрите. Но, коротко могу сказать так. Если он тренируется в футбол, если он любитель и практически профессионал, он должен тренировать футбол примерно каждый день утром. Обычно сделаем техническую тренировку утром, перед физической. Почему? Если он делает физическая тренировка, он уже будет уставать. А если устает, тогда мышц не будут правильно сделать технические действия. Поэтому всегда, либо любой спорт, микс вайн, бокс, хоккей, сокер, специфическая тренировка утром. То есть, я правильно понимаю, специфическая техника и координационная должны быть на свежий организм? Когда человек свежий, да. Если человек тренируется столько раз в день, это тогда нормально. Не важно. Если он тренируется два раза в день, тогда он свежий и тренируется. А после это дополнительное. Запомните, физическая подготовка будет дополнительной ки тренировки. И тогда он сделает вечером. И примерно можно тренировать два-три раза в неделю с интервальной тренировкой. И обязательно, если он находится в России, у нас несколько книг по футболу. И как все это сделать, там можно в лаборатории. Постоянно спрашивают, где взять эти книги? Не могут ли они найти книги? Иди в наш сайт и поставим ссылку от лаборатории Виктора Николаевича Силуянов. И там много книг, у нас несколько. И даже у меня один, вместе с Силуянов, я с автором. И там сделали следование у футболистов. И как все это управлять. И сделать ссылку после этого видео. Обязательно. Ну, Стефан, большинство людей, все-таки, кто смотрит нас, они либо студенты, либо работающие люди. У них нет возможности тренироваться два раза в день. Вот как в таком случае? В таком случае лучше совмещать эту тренировку все-таки понедельник, среда, пятница, к примеру. Делать сначала технику, координацию, а потом силовую. Или все-таки разделять эти дни? Хороший вопрос. Если человек непрофессиональный, тогда он должен тренировать минимум три раза в неделю футбол. Например, понедельник, среда, пятница. А вторник, четверг он может интерваль на тренировку сделать. И раз в неделю, например, в субботу силовую тренировку сделать. То есть один раз в неделю будет силовая в тренировке, а два интервальная? Два, на вносливость, потому что вопрос был, как вносливость. Если человек, например, уже имеет хорошую вносливость, очень увеличивает свои силовые возможности, тогда два раза в неделю силовые возможности, раз в неделю вносливость, плюс три тренировки специально по футболу. Три тренировки по футболу обязательно. Это понимает, ты хочешь становиться сильными, но не очень имея технику, это тогда не получится. Нет смысла. Нет смысла, конечно нет. У бразильцев, они когда молодеи, если въедут в Бразилию, у нас тысячи людей, они играют в футбол каждый день. Физическая подготовка вообще не делала, но технический уровень очень высокий. Но они затем имеют возможность, либо денег нет, либо тренера нет, но если не были такие возможности, тогда у нас очень много спортсменов вышли. Потому что все страны, они играют в футбол, уровень технический очень высокий. Но физически у них нет денег, чтобы платить, поэтому... Вот все знают знаменитого такого футболиста, бразильского Халк, да? Халк, ага. Он же очень атлетичный, и при этом очень техничный и скоростной. Значит, все-таки возможно быть хорошим атлетом, и при этом играть хорошо в футбол и в другой вид спорта. Это неправда, извини, что говорят, вот железо закрепощает. Если грамотно тренироваться по науке, то наоборот это помогает. Вот смотри, если ты тренируешься технически сначала, а потом физически, тогда нормально. Даже в своем кандидат науке, PhD thesis, мы там сделали это следовательно, 10 недель тренировали людей, и два раза в неделю после футбольной тренировки, это они были... В один день, да, это было? В тот же самый день, потому что у них нет возможности, мы в клубе были, не могли взять их от клуба. Поэтому они тренировали каждый день, каждый день, футбол. После занятий мы 30 минут давали тренировку по изотонам, вторник-четверг, два раза в неделю, и шел понедельник в пятницу, именно на точность. И что случилось? После 10 недель они становились сильными и более точными. И тоже есть наша книга, там все это дано. Так что, друзья, обязательно находите важные и нужные книги, не смотрите, не слушайте, что вам говорит тот или иной блогер, или какую-нибудь ерунду из интернета прочитаете. Читайте научно обоснованные книги от таких людей, как Силуянов, как Стефан, которые не только являются профессорами, а которые еще и спортсмены. И Виктор Николаевич был спортсменом, и Стефан является спортсменом. Это очень-очень важный момент. Так что делитесь данными видео. Если у вас есть вопросы к Стефану, обязательно под роликами с ним выкладывайте в комментариях вопросы. И не забывайте, что лайк и комментарий это лучшая благодарность от вас, нам. Всем пока. До свидания. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что присылаете ваши вопросы. Это очень и очень важно. На многие я снимаю вот такие видеообзоры, и нам все отвечают в комментариях, если это адекватные вопросы. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте делиться моими роликами в своих соцсетях, ставить лайк или дизлайк, обязательно написать комментарий. Все это помогает, и это лучшая благодарность от вас, и мне, и каналу. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы. Без травы.